Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии и Женечка. Мы сегодня в одной цветовой гамме, так как мы сегодня партнёры. Еду на экзамен в Люцерн, в свою школу. Очень сложный экзамен практически и везу модель. Буду на ней делать массаж. Ещё не знаю, что там надо будет делать. Панически переживаю, но потом всё расскажу, как всё прошло. Едем мы на поезде с одной только целью – научить Женю пользоваться общественным транспортом. Закачали ей уже АПСББ, и она уже сегодня нашла маршрут, нужный поезд, и сегодня будет везти меня с пересадками. Я ничего не буду говорить, и посмотрим, как справиться с новым челленджем. А что, непросто людям в таком возрасте перестраиваться в новой стране, где не знаешь языка. Женя, будем стараться. Вот, надеемся, всё пройдёт хорошо. Классно у нас здесь магазин «Фришпункт». Здесь всё от местных фермеров. И вот, посмотрите, рассада на разные виды салата. Можно здесь купить, и даже есть бурячки. Смотрите, какой выбор колоссальный. И здесь тоже. Видите? И помимо разной зелени, всё било, естественно. И разные цветочки. Вот, 7 франков, 3,50. И здесь, кстати, можно всё купить на развес. Гречка, макароны. Называется «Фришпункт». Для тех, кто смотрит меня недавно, объясню, что я учусь на терапевтического массажиста в швейцарской медицинской школе уже два года. По ускоренной программе и сейчас пришло время сдавать самые важные основные экзамены. У меня есть отдельный плейлист учёбы на массажистов в Швейцарии, где собраны видео на эту тему. Терапевтический массажист, в отличие от обычного массажиста, работает с больными пациентами, которые приходят к нему на приём по назначению врача. Терапевтический массажист способен прочитать рентген снимки, а также назначение врача, разбирается в медикаментах, понимает, какие есть у них побочные явления и составляет план лечения пациента, предварительно проведя анамнез, а также владеет специальными медицинскими терминами для того, чтобы писать отчёты в страховую компанию. Он также чётко разбирается в симптоматике и в терапевтике, и по симптомам может определить, какому врачу направить пациента, когда можно массировать, когда нет, и какую из трёх методик можно применить к данному пациенту, чтобы достичь как можно быстрее поставленной цели выздоровления. А это и есть моя любимая школа. Здесь до сих пор маскинфликт. Так, смотрим, сегодня у нас 10 мая. Так, прюфинг. Вот у нас прюфинг терапевтической массажа. Мюндлих практиш. 15 до 18, раунд 203. Так, идём, Женя. Где покажите вас три столовые? Можно туда выходить, на перемене кушать снаружи. Здесь у нас кухня, микроволновки, кофемашины. Здесь даже можно что-то себе готовить, какую-то еду. Кстати, объявление, где ищут сотрудников по массажу. Праксис. Вот, сдаётся комната. 1300 франков в месяц, кто спрашивал, массажная. Вот массажный стол, кстати, о птичках. 2300 франков. Вот, тоже ищут медицинского массажиста на 80-100%. Вот комната сдаётся для массажа. Ну, короче, вот ещё одна комната. Мой друг. Сейчас буду про все мышцы рассказывать. Вот так выглядят наши классы, где практические занятия. Здесь сейчас был лимфдренаж базис. А здесь теоретические занятия. Большие такие комнаты. И очень классное здание. Тут специальная система проветривания. Всё экологически чисто. Сделано из материала, всё из дерева. Вот, видите, такой потолок. И вентиляция очень хорошая. Так, здесь сейчас будет проходить практически экзамен. И я уже переоделась в рабочую одежду. То, я сдала 40 минут. Значит, Женя была моя модель. Да, мне держи массаж. Вытянула билетик. И мне попался классический массаж шеи в положении сидя. Но сначала нужно было провести бифант. Анамнеза бифант – это как первичный осмотр пациента. Посмотреть, найти какие-то отклонения. Так как Женя не говорит по-немецки. Мы сами нашли у неё отклонения. Вот. И, конечно же, нужно было предположить, что это у неё за проблемы. А также предложить план терапии. Какой вид массажа я бы порекомендовала в данном случае. Потом, естественно, нужно было подготовить рабочее место. Уложить пациента. На всё обращалось внимание. Сделать массаж шеи. И в процессе меня спрашивали, какие мускулы. Где они крепятся. Где они начинаются. К чему они цепляются. Вот. Потом была устная часть. Меня поспрашивали, какие противопоказания на массаж. Какие показания на лимфдренаж. Кому бы я советовала по фус-рефлекс. Если вдруг возникнут какие-то отклонения после массажа. Что нужно делать. Потом меня спросили, какие у меня сильные качества. Как у терапевта. И потом меня ещё спросили. Тын-тын-тын. Вытащила я один случай. Где было написано жалобы пациента. И нужно было предположить, что у него конкретно за проблема. И что бы я порекомендовала в качестве терапии. Каким бы. Какой из трёх массажей. Как терапевтический массажист. Это лимфдренаж. Классический фус-рефлекс. С чего бы я начала. И что бы я делала. Короче. В общей сложности. 45 минут. И мы закончились. Значит. Из 100 баллов мне поставили 96. 4 балла мне сняли за Кёрперхальтун. Потому что. Ну как я стою во время работы. Потому что стол не электрический был. Женя маленькая. Я тоже маленькая. Мне его неудобно было выставлять. Он был складной. И конечно же. Я скукожена. Стояла возле рабочего стола. Я на это даже не обратила внимание. Так как была очень сильно нервная. Но. Слава Богу. Теперь осталась письменная часть. И я Женя. Терапевт. А я получила прекрасный массаж бесплатный. Вот. Почувствовала Танечкины руки. И сильные в то же время. Ну прекрасно. Все. И вот сейчас. Да. Чувствую какое-то. Женя. Подтверждаешь? Подтверждаю. Качество услуг. Я бы все поставила. А мы едем в Люцерн. И может быть еще там прогуляемся. Кстати. Только что пришло на ум. Конечно же. Большой плюс играет то. Что я уже работаю. И работаю не на себя. А именно в моем спа-комплексе. Где меня научили. Именно таким вот маленьким нюансом и моментом. Как уложить клиента. Как его накрыть полотенчиком. Она все это сегодня заметила. И конечно же. Если вы пришли там из какой-то вообще специальности не связанной с массажем. Закончили школу. Пошли работать на себя. И вас никто естественно не научит. И не поправит. И не покажет как правильно. Например. В нашей школе когда мы учились. У нас было столько много учеников. Что учительница даже не объясняла. Что нужно постоянно держать руку на клиенте. А это очень важно. У нас на работе это первое требование стандарта качества. И поэтому вот мы массажисты со школы. Мы еще любим практиковать друг на друге. Чтобы перенимать опыт. И моя Верочка. Вы помните. Которая со мной училась. Живет здесь недалеко. Я думала мы сейчас с ней встретимся. Но она забронирована на 2 месяца вперед. Мы договорились что она приедет ко мне на массаж. Потому что она именно вот эти маленькие нюансы все замечает. Когда я ей делаю массаж. И тоже чему-то учится. Так что это идет обмен опытом. Так что ребятушки. Мои старания не проходят зря. Вот и еще один экзамен сдан. Остался последним. Теория. Ну и бизнес план написать. Какая-то мелочь. Опять-таки сложности в том. Что его надо написать скрупулезно по-швейцарски. А я этого нигде не учила. Вот как моя Милана делает. Да? В школе. То есть все эти презентации. Каким шрифтом. Какие абзацы. Это все мне нужно дополнительно еще где-то изучать. Поэтому вот это и усложняет мою задачу. А так бы я его давным-давно бы уже написала. Боже посмотрите как красиво оформили витрину. Боже, боже, боже. Я ва. Господи. Самая-мая-мая. Майнка. Боже посмотрите. Это маникюрный салон. Даже приятно прийти сюда и сидеть. Мы решили отметить наш экзамен. И здесь сам себе можешь нарезать хлебушек. Какой ты хочешь. Все домашние выпечки. И с Женей мы сейчас присели тут в классном месте. И заказали специалитеты люцерна. Женя, я взяла нам два хуго. Это такой коктейль. Хуго называется. Взяла Женя попробовать хуго. Это белое вино, сироп из бузины и немножечко лайма с газировкой. А ну-ка, Женя, пробуем. Давай. За наш экзамен. Спасибо тебе за предоставление тела в качестве модели. Ну-ка. Ну, потрясающе же. Я на шампань. Скажи, газики дают, а себе взят. И бузина. Бузина. Сейчас будем все пробовать. Мясная тарелка. Ну, и вкусный хлебушек они сами пекут. Это грушовый хлеб. Бирненброд. Из груши. Тут еще орешки и какие-то сухофрукты. Специалитет из люцерна. Наша Женя заплатила за счет. Угостила меня Женя. Спасибо большое. Вот, прекрасно посидели. И идем уже на поезд. Да? Опять Женя нас везет с пересадками через Олтен. Все уже разобралась, как работают поезда. Очень вам рекомендую, пока бесплатный проезд до мая на всех видах транспорта, съездить в люцерн. Здесь вы можете провести целый день. Начать свое путешествие вы можете на прогулке на кораблике. Даже если погода будет не очень хорошая, можно 4-5 часов кататься по огромному озеру и доехать аж до кантона Швиц. Затем можно посетить музей транспорта, где там проведете еще пару часов, а через дорогу посетите пляж Лидо. Поднимитесь на гору Пилатус и сходите вот в этот замечательный концертный холл люцерна. Конечно же, билеты на концерт нужно брать заранее, но даже если вы их не возьмете, просто прогуляться по вечернему променаду оно того стоит. Ну что, дорогие мои, продуктивный сегодняшний день подошел к концу. Восемь вечера. Посмотрите, какая все еще прекрасная погода. Все успели, все сделали. Экзамен сдан и записалась на следующую неделю на письменный экзамен. Последний уже. Спасибо огромное, что посмотрели этот сюжет до конца. Спасибо за лайки, за комментарии, за интерес к моему контенту. Ну а мы увидимся с вами завтра в не менее интересных сюжетах. Отличного всем дня, прекрасного настроения. Пока-пока. Кстати, очень приятно было сегодня встретить в поездах своих подписчиков, которые узнают уже Женечку. Она уже стала звездой у нас в Швейцарии. Субтитры сделал DimaTorzok